Досрочные выборы губернатора Новосибирской области признаны состоявшимися даже при рекордной низкой явке. На избирательные участки пришло меньше 30% жителей региона. Обработка бюллетеней окончена, но официально итоги выборов будут признаны только завтра. Подробности у Анны Буяновой. Музыка, песни и танцы. Явку на досрочные выборы губернатора повышают не только шоу-программой, но и едой. Мы организовали розничную продажу хлебопулочных изделий, которые делает наша столовая. Большого потока избирателей на участках все равно нет. Явка на выборы составила меньше 30%. Сила каждого голоса определяет желание всей России в том, кого выбрать и как нам дальше жить. Претендентов на губернаторское кресло было четыре. Либерал Дмитрий Савельев, справедливо роз Анатолий Кубанов, представитель Народного альянса Георгий Михайлов и исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников. Когда человека уже знаешь, понимаешь, то веришь ему и поэтому идешь смело, зная, какую галочку за кого ты поставишь. Когда появляется ребенок, ты уже в основном думаешь о его будущем. Меняется все, когда становишься мамой. Мы уже думаем, наверное, о том, что предлагают для детей. Победу на выборах предсказуемо одержал Андрей Травников. Он набрал больше 60% голосов. Остальные кандидаты не смогли набрать и 20%. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, по словам председателя регионального избиркома, нет. Жалоб поступило всего шесть. По каждой провели проверку. Два было размещено сообщения о том, что не видны урны на избирательном участке. Подвинули тут же видеокамеру, собственно говоря. Итоги голосования пока предварительные. Официальные результаты будут определены завтра на заседании избиркома. Инаугурация губернатора Новосибирской области назначена на 14 сентября. Анна Буянова, Евгений Макаров и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин